Ну, говоря о конкурсе красоты в преддверии Олимпиады, я думаю, что это некая предпрограммная часть, которая должна привлечь внимание, в том числе и к Олимпиаде. Я думаю, что многие из наших руководителей в стране с интересом посмотрят этот конкурс, потому что, если бы вы замечали, то аудитория последних встреч высших руководителей страны всегда сопровождается обилие молодых, красивых и по большей части женских лиц. Я это только приветствую. Это говорит о том, что у нас правильная ориентация в руководстве и что это, наверное, позитивно должно отразиться и на принятии решений, потому что люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, они все-таки подвержены неким спорадическим таким решениям, которые иногда вот их привязанностями и диктуются. А когда у человека нормальные такие гендерные симпатии, то это только хорошо. Я думаю, что кто-то из этих девушек обязательно в общенациональный фронт вступит потом, кому-то из них предложат гражданство. У нас сейчас модно предлагать гражданство, по-моему, все мы-вся, и я не исключаю, что парочка красавиц, например, очень бы подошли здесь. Не прижилась Кэмпбелл, вы же знаете эту трагедию для этой бедной африканской девушки, она не прижилась, поэтому надо какие-то искать альтернативы. Потом у нас есть еще много сумасшедших олигархов, которым просто некуда девать деньги. Не будут же они их вкладывать в школу или в детские сады или в какие-нибудь лечебные учреждения. Понятно, что в Кэмпбелл вкладывать гораздо интереснее, потому что это можно показать, можно фотки сделать. А вот если вы построите какую-то больницу, ну не будете же вы на фоне этой больницы каждый день фотографироваться. А на фоне Кэмпбелла это очень легко делать. Поэтому приветствую этот конкурс и считаю, что обязательно мы получим как минимум несколько новых гражданок Российской Федерации, которые приедут в качестве почетных гостей на Олимпиаду Сочи-2014.